Я хочу, чтобы не было больше войны. Эти мальчишки и девчонки отпустили на волю пять белых голубей. Для них это символ мирного неба над головой. Воспитанники детского дома номер 12 в Ставрополе почтили память своих героев. Вместе с воспитателями они нашли имена своих предков, узнали об их судьбе и с гордостью выстроились в ровную линию с их портретами. Получился небольшой, но не менее торжественный бессмертный полк. Патриотическое воспитание – это одно из направлений гражданского воспитания. И, конечно, это должно проходить через всю жизнь ребенка, начиная даже не с детского сада, а от его рождения и далее всю его жизнь. На пороге детского дома замерли сцены решающих сражений Великой Отечественной. Вот битва под Москвой, где снег заменяет вата. А здесь советские солдаты взрывают танки в битве за Сталинград. Каждая деталь этих поделок создана руками местных воспитанников. К юбилею Победы здесь начали готовиться заранее. В преддверии Дня Победы воспитанники высадили целый сад памяти в честь своих героических предков. А сегодня почтили их память вот такими белыми журавликами. И я тоже подготовилась и приняла участие в акции вместе с воспитанниками местного детского дома. И этот журавлик в память моего прадедушки. Кстати, акции, посвященные 9 мая, проходят сейчас по всему краю. Пусть и в непривычных форматах. Символами Победы украшают стекла и балконы домов, предприятий и школ. Ставрополье присоединилось к акции «Окна Победы». Наши дети с удовольствием рисовали рисунки. И на этих рисунках они изображали военное действие. Они изображали победу. Они изображали то, как они понимают и чувствуют события 75-летней давности. Замечательные работы. Есть победители в конкурсах. Все свои поделки и аппликации ученики передают учителям, а те, в свою очередь, украшают школу ко Дню Победы. А в патриотических акциях приняли участие Мария Гнездилова и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok